мне конечно досталось вчера досталось не как обычно досталось достаточно серьезно рука отекла все течет больно конечно сейчас ходила отжимала найду спинальницу очень тяжело мне дается поджим чего-то кто там еще у нас идет не идет жалко конечно стул это я вот так уже оборонялась от него все ножку он расфигачил и куда ты идешь он на самом деле к людям то не агрессивно относится тут все начинается когда разнимать начинают ругаться и все то есть понятно то что там собак убили и вот у него если я начинаю там ругаться вот он не вчера тяпнул говорю надо уже его оставить как-нибудь с кешем один на один и вот пусть он там с ним разбирается зубы показывает я если честно не только хотела но я обидничать да нажаловаться тайпана это не первый раз вообще кстати уж просто говорю молчу об этом что дети того ничего хорошего не скажут по этому поводу я еще что хотела сказать вот люди часто спрашивают там адрес куда привезти там корм там еще что-то я не даю свой адрес вот так вот всем подряд не даю обжигалась я уже не один раз на этом а то у меня тут котята щенята вот плюс некоторые люди просто было такое что приезжают без звонка без всего то есть такое ощущение как к себе домой это мой дом на самом деле мой я не хочу здесь видеть посторонних людей лишних но самое что важно и главное я не хочу слышать лай я его слышу и днем и ночью поверьте иногда просто вот такое ощущение что же перепонки сейчас лопну от шума и лая поэтому никаких посторонних людей там машин я ну понятно то что я не хочу видеть пошли домой домой пойдем возле своего дома у нас и так приезжают ветврач доставка какие-то бывает там до работника какой-то приехал да кто-то что-то привез это все время лай можно просто постельное белье вот уже не раз я об этом говорила и корма оставлять на фронт за 27 это ветклинику с и лап хвосты предварительно конечно тоже нужно созвониться с врачом и договариваться потому что врач не всегда бывает на месте приезда я к себе ограничила очень давно было такое раньше я уже говорила не раз ко мне экскурсии приезжали там школьники у меня сейчас просто честно я вам говорю у меня не выдерживает нерва во-первых животных очень много еще раз говорю стоит бесконечный лай вот кто-то прошел проехал да кто-то тут дети там на велосипедах мальчишки бывают от прятки в прятки играют это мне вот в кустах они тут прятались но я же не выгоню детей да не скажу им идите отсюда вот собаки лают вообще просто они не замолкают когда кто-то подходит к дому поэтому не обижайтесь адрес я свой никому не даю определенные люди как бы сюда ездят знают вот это количество я я просто ограничиваю от себя вот эти вот приезда еще раз хочу сказать это дом то есть если например из какого-то приюта до работники руководители они возвращаются там свои дома в квартиры иди отсюда в тишину и в покой мне некуда уйти спрятаться от них я здесь с ними живу потом хотите обижайтесь хотите не обижайтесь ну честно некоторым прямо вот хочется сюда приехать и это чувствую я это слышу что-то посмотреть я не клоуна здесь у меня не цирк вот я могу конечно пустить определенных опять же людей но это те люди которые очень серьезно помогают то есть да таким людям я не смогу отказать но они не рвутся сюда они и так доверяют как бы и видеться я видео показываю постоянно то есть что здесь происходит вот ну не знаю опять уже у меня длинное видео получилось не знаю что еще сказать просто все приезды к себе я ограничиваю и какие-то вопросы да там я решаю только в первой половине дня у меня вечером голова просто не соображает мы с вами все разные да кто-то там сова кто-то жаворонок я жаворонок я встаю очень рано а по большей части сна ты и нету потому что вскакиваешь бесконечно там залаяли тут сцепились вот поэтому вечером я даже бывает не отвечаю вчера вот из-за прокуса то есть как бы что-то мне подурнело и я вообще ушла просто я даже не знаю во сколько я ушла спать ну потому что все это неприятно вот это все прокусанные руки козлина ты тайпан вообще просто ты козлина ты козлина не подходи даже ко мне сказал уйди от меня гад помню несколько лет назад с инстаграма там одна девушка значит написала дайте адрес мы вам собрали помощь я отвечаю что адрес я не дам звоните будем созваниваться ну как-то договариваться встречаться вот что-то там она мне еще ответила по этому поводу не помню я и говорю но тогда отвезите вашу помощь другой приют потому что я не даю адрес вот так вот бухта барахта просто так боже что там началось я думаю очень многие вообще помнят этот скандал что я раз такая рассекая не даю свой адрес что-то отказываюсь от помощи что мне нужны только деньги опять же вот этот пресловутый вопрос что приюту нужны только деньги я хочу сказать что даже вот в обычные приюты до которые находятся не частный дом я имею ввиду а вот приюты да то есть это отдельная там территория какая-то там отдельные помещения даже туда так стоять тайпан даже туда не любят пускать вот так бесконечно каких-то посторонних людей потому что еще раз гриф все заканчивается как обычно каким-то подбрасывание животных вот был даже такой тоже случай когда я везла в приют собаку вот из клиники и ну хозяйка предупредила там работника что сейчас приедет машина привезут собак вот я подъезжаю выходит работница девушка она ты знает меня и я вот вижу в ее глазах сначала испуг а потом облегчение когда она меня увидела она говорит ой фу это ты типа чё что-то мне не сказали что это ты а я горит переживаю но мало ли кто чё приедет то есть понимаете везде даже вот казалось бы до большой официальный приют работники или также руководители но они просто боятся чужих людей потому что неизвестно кто придет бывает все бывает и хамство бывает до рукоприкладство доходит бывает даже не бывает постоянно регулярно подкидывают то собак то кошек поэтому что говорить про дом то про частный дом тут вообще не должно никаких у людей вы там обид и претензий то что кому-то не дали адрес бывает опять же претензии ко мне вот она не ответила на звонок мы ты звонили звонили она и не отвечает вы же не знаете что происходит вот на данный момент или сообщение допустим да иногда бывает сообщение вот на перекрестке прочитал где-то стоял на светофоре да за рулем прочитала сообщение ну мало ли там что-то важное бывает и все и поехала дальше то есть не что останавливаться специально чтобы кому-то ответить я отвечаю тогда когда могу приехала домой заглянула еще раз прочитала там что кто от меня хочет ответила или вот бывает тут носишься носишься просто целый день это немало время занимает кормежка воды разлить то есть телефон у меня лежит дома и отвечаю я на звонки тогда когда могу вечером я стараюсь не брать трубку потому что не знаешь кто звонит если то есть номер незнакомый как правило тоже начинается там кошка там собака спасите помогите да не могу я помочь но не могу я помочь не могу я никуда поехать и собак вот я не беру не потому что я не прокормлю там или еще что-то да прокормлю он у нас есть мужчина один у него там 40 собак в доме дело-то не в этом отдел опять же влае он они вот чего-то не вот кто в этом прошел что случилось опять лада иди домой заходите домой вот и лай еще раз говорю это круглосуточной драки то есть когда берешь какую-то собаку вы вообще даже не представляете мое состояние как я боюсь вот мурзилку когда я зимой забрала до сначала в этой комнате жила там с инвалидами потом я ее вольер переселила потому что не знаешь как кто отреагирует примут не примут что тут будет драки не драки кефир отойди от нее и вот она старуха заигрывает сейчас кеш кеш пойдет это с кефиром драться потом бой ну ты чё с ума сошла здесь за всем нужен просто вот глаз да глаз где-то ты отвлекся где-то что-то тут упустил не дай бог из вида и произошла какая-то катастрофа все было я говорю было все у меня это когда стройка была и ремонт вот в этом вот коридоре это же боже ты мой тут просто можно сойти с ума я думала я вообще не то что посиди я вообще без волос останусь потому что то они оставят калитку открытую собаки убегут то опять калитку открытую то что-то кого-то выпустит то вольер не закроет это просто я говорю это это только кажется со стороны что ой чё она там опять жалуются да чё там у нее такого да ладно подумаешь мне даже взять говорит он когда приезжают на грите никогда не поймут люди потому что они не видят как ты каждый день здесь крутишься реально вот как белка в колесе просто не останавливаясь здесь никогда ничего не не закончится там не уборка стройка какая-то не ремонт это можно только все вот остановить то есть как вот вчера я просто пошла говорю после прокуса и просто пошла спать сколько они там помолчали у меня до трех часов все с трех ты уже не спишь то уже на ногах поэтому вот хочется просто чтобы люди относились ну хоть каким-то пониманием ну хоть каким-то